Всем привет! Пиццилия очень популярна среди начинающих авариумистов. Эти рыбки появились в Европе в начале прошлого столетия и были завезены из Гватемалы и Южной Мексики. Там они живут в реках, впадающих в Атлантический океан. Дикая форма не так ярко окрашена, как ее потомки, разводимые в аквариумах. Она желто-коричневая, перед хвостовым плавником расположены два темных пятна. В результате многолетнего разведения в неволе и тщательной селекции возникли гибриды, которые, сохранив исходную форму тела, стали чрезвычайно разнообразны по окраске. В последнее время появились разновидности аквариумной пиццилии с измененным телом, а также с плавниками различной формы. Размер взрослой рыбки достигает 5 см в длину, при этом самцы, так же, как и у гуппи, по размерам меньше самок. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, они очень подвижны. Поэтому в аквариуме должно быть место для плавания. Отличить пол у этой аквариумной рыбки легко. Так же, как и у других живородящих корпозубых, у взрослых самцов анальный плавник видоизменен и образует гоноподий, используемый при размножении. Существует около 10 цветовых вариаций этой рыбки. Наиболее распространенные – крапчатая, желтая или красная с черными пятнами, желтый или зеленый шварц, имеющий по бокам широкую черную полосу, берлинская, отличающаяся от предыдущей тем, что ее доминирующая окраска красная, голубая с головой зеленых оттенков и светло-голубым телом, красная, бледно-красная, кажущаяся светящейся, золотая, пиццелия ярко-желтого цвета и другие. Содержание этой рыбки несложно. Для стайки походит аквариум от 50 литров, густо засаженный растениями со свободным пространством для плавания в центре. Пару можно содержать даже в 5-литровой банке. При содержании состав воды существенной роли не играет, но лучше использовать чистую, свежую средней жесткости или жесткую воду со слабощелочной реакцией. Температура воды в аквариуме должна быть 24 градуса. Желательно раз в неделю подменивать треть объема воды в аквариуме. Благоприятно сказывается на содержании этой рыбки добавление обычной поваренной соли в количестве 10 грамм на 10 литров воды. При содержании эпицилии в оптимальных условиях здоровья у них отменное. При пониженных температурах и высокой плотности посадки рыб возможны простудные заболевания, гниль плавников и грибковые заболевания. Для улучшения ситуации нужно поднять температуру воды в аквариуме до 28 градусов, подменить часть воды на свежую, усилить аэрацию. Для лечения грибковых заболеваний можно использовать обычную соль. При других заболеваниях рекомендуется трипофлавин и биомицин. Пиццилия всеядна. Охотно поедает любые сухие и живые корма. Полезно дополнительное. Подкармливание растительной пищей. Лучшими кормами для взрослой рыбки. Является мотыль, дафния, трубочник, для подросших мальков циклоп. Рыбка пиццилия достаточно мирная, хорошо уживается с аналогичными по размеру и темпераменту обитателями аквариума. Размножение этой рыбки не вызывает трудностей. Так как они живородящие, мальки появляются на свет уже полностью сформировавшимися. Если размножение будет происходить в общем аквариуме, то желательно наличие зарослей мелколистных растений для укрытия мальков. При достаточном количестве естественных кормов производители мальков не поедают. Взрослые пиццилия становятся к 6 месяцам при оптимальном питании. И температуре содержания. Самка вынашивает мальков 1,5 месяца. Приближение родов можно определить по окраске пятна. Расположенного выше анального плавника, оно становится темнее и в форме брюшка, которое становится прямоугольным. Чтобы сохранить большинство мальков, которыми могут поживиться взрослые рыбы, нужно отсадить самку за несколько дней до родов в отдельный. Небольшой аквариум или банку с густой. Растительностью. Воду нужно взять из основного аквариума. Хорошим убежищем для мальков при размножении пиццилии служат мелколистные растения, такие как элодея или ричия. Сразу после родов самку нужно удалить, так как все-таки существует риск уничтожения ей своего потомства. Количество мальков у крупных экземпляров может достигать 80 штук. В качестве стартового корма для них подходят. Коловратки, науплии, артемии, циклоп. Резанный трубочник, покупной сухой корм для мальков различных. Производителей. При выращивании большого количества мальков, необходим низкий аквариум с аэрацией и фильтрацией воды, периодическая подмена части воды на свежую, отстоянную. Это снижает количество вредных органических соединений в воде. И частое кормление молоди, до 5 раз в день. В таких условиях мальки растут быстро, имеют яркую окраску и бодрый, здоровый вид. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok